Девятидневный поход Возможно ли поверить истории о баловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью? Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них ниже следующее. История города Глупого прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых по внимательном рассмотрении можно подметить довольно яркое и реальное основание. Все мы знаем предания о бабе Еге Костяной, но те, которые ездила в ступе и погоняла по мелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народной фантазией. Но никто не задается вопросом, почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если бы следователи нашей старины обратили на этот предмет должное внимание, то можно было бы заранее быть уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное, обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное, и что баба Ега была не кто иное, как градоначальница или, пожалуй, осадница. Настолько осмелели, что охотно дарили только требухой. Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор. Но и то не со стороны обывателей против квартальных, как это обыкновенно бывает, а напротив того, со стороны квартальных против обывателей, чего никогда не бывает. А именно, мучимые голодом, квартальные решились отравить в гостином дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавку. К счастью, покушение было усмотрено вовремя, и заговор разрешился тем, что самих же заговорщиков лишили на время установленной дачи требухи. После того прибыл в Глупов статский советник Иванов, но оказался столь малого роста, что не мог вмещать ничего пространного. Как нарочно это случилось в ту самую пору, когда страсть к законодательству приняла в нашем Отечестве размеры чуть-чуть не опасные. Канцелярии кипели уставами, как никогда не кипели сказочные реки млеком и медом, и каждый устав бесил отнюдь не менее фунта. Вот это-то обстоятельство именно и причинило погибель Иванова, рассказ о которой, впрочем, существует в двух совершенно различных вариантах. Один вариант говорит, что Иванов умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся. Другой вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его вследствие постепенного присыхания мозгов от ненужности в употреблении перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где и удалось ему положить начало целой пособи короткоголовых микрокефалов, которые существуют и дать миссии. Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия, решить трудно, но справедливость требует сказать, что атрофирование столь важного органа, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время. Однако, с другой стороны, не подлежит сомнению, что микрокефалы действительно существуют и что родоначальникам их предание называет именно статского советника Иванова. Впрочем, для нас это вопрос тростепенный. Важно же то, что глуповцы во времена Иванова продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил убывателем неповредно на пользу. В 1815 году приехал на смену Иванову веком Тюширио, французский выходец. Париж был взят, враг человечества навсегда подборен на острове Святой Елены. Московские ведомости заявили, что с поздравлением врага задача их кончилась и обещали прекратить свое существование. Но на другой день взяли свое обещание назад и дали другое, которым обязывались прекратить свое существование лишь тогда, когда Париж будет взят вторично. Ликование было общее, а вместе со всеми ликовал глупов. Вспомнили про губчиху Раскопову, как она вместе с Двиневолинским интриговала в пользу Наполеона. Выволокли ее на улицу и разрешили мальчишкам дразнить. Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называли ее Бонапардовной, антихристовой наножницей и прочее, покуда, наконец, она не пришла в выступление и не начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь впоследствии, когда в глупов прибыл в Глюмбурчеев и не оставил в городе камня на камне. Дюшерио был весен. Бадерову к его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взят. Во-вторых, он столько времени настоящим манером не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райской пищей. Наявшись досыта, он потребовал, чтобы ему немедленно укасали место, где можно весело проводить время. И был отменно доволен, когда узнал, что в солдатской слободе есть именно такой дом, какого ему желательно. Затем он начал болтать и уже не переставал до тех пор, покуда не был по распоряжению начальства, выпровожен из глупого за границу. Но так как он все-таки был сыном 18 века, то в болтовне его нередко прорывался дух исследования, который мог бы дать очень горькие плоды, и если бы он не был на значительной степени смягчен духом легкомыслия. Как, например, однажды он начал объяснять глуповцу права человека, но, к счастью, кончил тем, что объяснил права глупого. В другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уберывать в богиню разума и кончил тем, что просил признать непогрешимость папы. Все это были, однако же, одни пустые разговоры, и, в сущности, веком готов был встать на сторону какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что за это ему перепадет ближний четвертар. Он веселился без устарей, почти ежедневно устроивал маскарады, одевался де-бардером, танцевал ганг-кан и в особенности любил интриговать мужчин. Об этом нет ничего удивительного, и балетописец свидетельствует, что этот самый Дюшерио был впоследствии подвергнут исследованию и оказался женщиной. Мастерски пел он гривозные песенки и уверял, что этим песням научил его граф Д'Артуа, впоследствии французский король Карл X во время пребывания в Риге. Ел сначала все, что попало, но когда отъелся, то стал употреблять преимущественно так называемую нечисть, между которой отдавал предпочтение давленине и лягушкам. Но дел не вершил и в администрацию не вмешивался. Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие глупутцы без конца. Но они сами из не могли под временем своего счастья. Они забылись. Избалованные питью последовательными градоначальствами, доведенные почти до ожесточения грубыми лезтью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву, и что никто не в силах отнять его у них. Победа над Наполеоном еще более утвердила их в этом мнении. И едва ли не в эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица «Шахками закидаем», которая впоследствии долгое время служила девизом глуповских подвигов на поле брани. И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует бесстыжим глуповским неистовством, но которые гораздо приличнее назвать скоро приходящим глуповским баловством. Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Обличения того времени полны самых горьких указаний на этот печальный факт. Было время, кремели обличители, когда глуповцы древних Платонов и Сократов благочестие поздравляли. Ныне же не только массами Платонами сделались, но даже того горчая, ибо едва ли Платон хлеб Божий не в уста на пол метал, как нынешняя некая модная затея доделать повелевали. Но глуповцы не внимали обличителям, без дерзости говорили, «Хлеб пущай свиньи едят, а мы свиней съедим, тот же хлеб будет». И Дишерион не только не возбранял подобных ответов, но даже видел в них возникновение какого-то духа исследования. Почувствовавши себя на воле, глуповцы с какой-то яростью стремились по той богатости, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню с таким расчетом, чтобы верхний, наконец, непременно упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники были не ученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, быть может, благодаря этому обстоятельству не сбежали смешенных языков. Но и этого показалось мало. Забыли глуповцы истинного бога и прилепились к идолам. Вспомнили, что еще при Владимире Красном солнышке некоторые вышедшие из употребления боги были сданы в архиве, бросились туда и вытащили двум. Перуна и Балусы. Идолы, несколько летов не знавшего ремонта, находились в страшном запущении, а у Перуна даже были нарисованы углемусы. Тем не менее, глуповцам показались они так любыми, что немедленно собрали скотку и привыкли так. Снадным обоевом было особо младиться миром, а смертным приносить жертвы волос. Призвали критетников и требовали, чтобы они сделали с кудесниками, но они ответы не дали и в смущении лишь трепетали воскриньями. Тогда припомнили, что в Стрелецкой свободе есть некто именуемый «Растливый Кузьма». Тот самый, который задумывал при продавке не перейти в раскол, и послали за ним. Кузьма к этому времени совсем уж отлохо ослеп, но едва дали ему понюхать монет, рубль, как он сейчас же на все согласился, и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Амеркиева из оперы «Рагнеда». Дюша Рио смотрел из окна на всю эту церемонию и, держась за бока, кричал «Какие дураки! Клянусь Богом, какие дураки эти клубовцы!» Разбращение нравов развивалось не поднявок в часах. Появились кокотки и кокотессы. Мужчины завели жилетки с неслыханными вывесками, которые совершенно обнажали грудь. Женщины устраивали сзади взбшения, имевшие право-завательный смысл и воспуждавшие в прохожих больные мысли. Образовался новый цикл у человечек полуобезьяни, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было от приятных мыслей. Знатные особы ходили по улице мы пели, ко мне мы помпончик, венеру с морковками. Смерты слонялись по кабакам и горлами лекомалицам. Мнили, что во время этой бульбы хлеб вырастет сам собой и потому перестали возделывать поля. Уважение их старших исчезло. Отечерывали вопрос не следует ли по достижении людьми известных лет устранять их из жизни. Но корызко держало верх и порешили на том, чтобы стариков и старух продать в рабство. В довершение всего очистили какой-то манеж и поставили в нем прекрасную Елену, пригласив в качестве исполнительницы девицу бланш-гандон и за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире. В таком положении застал глуповские дела ставский советник Тараст Андреевич Крустилов. Человек он был чувствительным и когда говорил о взаимных отношениях двух полов то просмел только что перед этим он сочинил повесть под названием Сатурн останавливающий свой бег в объятиях Венеры в которой до выражения критиков того времени счастливо сочетовался нежности Гулея с эгливостью парни. Под именем Сатурна он изображал себя под именем Венеры известный как раз сунадарий Тараст Андреевич Патурн Сатурн писал был применен годами и неожиданный вид но еще мог некоторое совершить надо же чтобы Венера приметь в сию в нем особенность остановила на нем благосклонный свой взгляд но меланхолический вид предтечи будущего мистицизма прикрывал в нем много наклонностей несомненно порочных так например известно было что находясь при действующей армии провиант Нейстером он довольно непринужденно распоряжался казенную собственностью и облегчал себя от нареканий собственной совести только тем что взирая на солдат ебших зад лыгле проливало пильные слезы известно было так же что и к мадам де компадур проник он отнюдь не с помощью какой-то особенности а просто с помощью денежных приношений и при ее посредствии избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначения когда же помпадурша была за слабое держание некоторой тайности сослана в монастырь и пострижена под именем инокини Нинпадоры то он первый бросил в нее камни и написал повесть о некоторой многолюбивой жене в которой делал очень ясные намеки на прежнюю свою благодетельницу в спросил эти черепа у вас спутятся точно так с вашим скородия я знаете мы почти одни шире люблю иногда мы хорошо иногда посмотреть как они как в природе великого это как бывает не покраснел письмо водитель тоже на минуту смутился однако сейчас же вслед совсем нашелся на что лучше задвечал он только осмелюсь доложить вашему высокородию у нас на этот счет даже лучше зрелище видеть можно да у нас ваше высокородие предпредместники вашим кокотки заявились так у них в народном театре как есть настоящий ток устроен каждый вечер собираются свищут ногами перебираются а попытно взглянуть про луну грустил и сладко задумался в то время существовало мнение что городоначальник есть хозяин города обывателю же суть какой его гости разница между хозяином общепринятым значением этого слова и хозяином города полагалось лишь том что последний имел право сеть своих гостей что относительно хозяина предупреждения не допускался грустила вскопнула в этом брать и задумался еще спащий а часто у вас секунд спросил весь водитель не поднимая на него глаз у нас ваше воскородье это мода остаток со временем Ануфий Иванович и господина негодяева даже примеров не было все лазвись но за я секс буду девочек добавил он внезапно покраснев таким образом характер внутренней политики определился ясно предполагалось продолжать действия пяти последних градоначальников усугубив лишь элемент гривуазности внесенной веком там дюширио издоплив его для вида известным колоритом сантиментальности повлияние кратковременной стоянки в Париже сказывалось повсюду победители принявшие в попыхах гидру деспотизма за гидру революции и покорившие ее были в свою очередь покорены побежденными величавая дикость прежнего времени исчезла без следа вместо гигантов сгибавших подковы и ломавших целковые явились люди женоподобные у которых были на уме только милые непристойности для этих непристойностей существовал особый язык любовное свидание мужчины женщины именовалось ездою на остров любви грубая терминология анатомии заменилась горе утонченных появились выражения вроде шаловливый мизантроп милая надшельница и тому подобное тем не менее говорят сравнительно жить было все таки легко милые это легкость в особенности приходилось полутру так называемым смертом ударившись политеизм осложненный гневуазностью представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему что происходило вне замкнутой сферы езды на остров любви они чувствовали себя счастливыми и довольными и в этом качестве не хотели препятствовать счастью и довольству других во времена бородавки негодяевых и прочих казалось например непростительной дерзостью если смерть поливал свою кашу маслом не потому это было дерзо чтобы от того произошел на кого-нибудь ущерб а потому что люди подобные негодяевы всегда отчаянные дяечки предполагают в смерти одну способность быть твердым бедствием поэтому они отнимали у смерти кашу и бросали собакам теперь этот взгляд значительно изменился чему конечно не в малой степени задействовало для размягчения мозгов тогдашняя модная болезнь смерды воспользовались этим и наполняли свои желудки жирной кашей до крайних пределах им неизвестна еще была истина что человек ни одной кашей живет и поэтому они думали что если желудки их полны то это значит что и сами они в полне благополучные по той же причине они так охотно прилепились и к многобожию оно казалось им более сподручным нежели монотеизм они охотнее преклонялись перед волосом поглядели но в то же время мотали себе на ус что если долгое время не будет у них дождя или будут дожди слишком продолжительные то они могут своих излюбленных богов пояснить обмазать мечастотами и вообще сорвать на них досаду и хотя очевидно что материализм столько крупных не мог продолжительное время дойдем но в качестве новинки он радостной даже генял все спешил жить и ослаждаться спешил и грустил он совсем бросил городническое правление и ограничил свою административную деятельность тем что удвоил установленные предместниками его оклады и требовал чтобы они бездаривочно поступали в назначенные сроки все остальное время он посвятил поклонению гибридии в тех неслыханно разнообразных формах которые были выработаны цивилизацией того времени это беспечное отношение к служебным обязанностям было однако со стороны грустилова большой ошибкой несмотря на то что быть не свою пролиат мейстером грустил в довольно ловко удар казенные деньги административная оперность его не была ни глубока ни многосторонняя многие думают что ежели человек умеет незаметным образом вытащить платок из кармана своего соседа да это уже достаточно чтобы упрощить репутацию политика и сердцеведца однако это ошибка поборы сердцеведца встречаются чрезвычайно редко чаще же случается что мошенник даже самый грандиозный только в этой спине является замечательным деятелем в неже пределов ее никаких способностей не выказывают для того чтобы упорваться с пеплом нужно обладать только проворством и жадностью жадность в особенности необходима потому что за малую граждан можно попасть подсу но какими бы именами не перекрывало себя ограбление все-таки сфера грабителя останется совершенно другую нежели сфера сердцеведца ибо последний уловляет людей тогда как первый уловляет только принадлежащие им бумажники и платки следовательно нежели человек произведший в свою пользу отчуждение на сумму в несколько миллионов рублей сделается впоследствии даже меценатом и построит мраморный палац в котором сосредоточит все чудеса науки и искусства да его все-таки нельзя назвать общественным деятелем а следует назвать только искусством мошенников но в то время истинные и понищения известны и репутация сердцеведца утвердилась за грустиловым беспрепятствием в сущности однако это было не так если бы грустилов стоял дискультно на высоте своего положения он понял бы что предместники нововозведшие тунеядство в административный принцип заблуждались очень горько и что тунеядство как животворное начало только тогда может считать себя достигающей полезных целей когда оно концентрируется в известных пределах если тунеядство существует то предполагается само собой что рядом с ним существует и трудолюбие на этом сиждется вся наука политической экономии трудолюбие питает тунеядство тунеядство же оплодотворяет трудолюбие вот единственная формула которую с точки зрения науки можно свободно прилагать ко всем явлениям жизни грустилов ничего этого не понимал он думал что тунеядство быть могут все поголовно и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого но даже увеличатся это было первое грубое его заблуждение второе заблуждение заключалось в том что он слишком увлекся блестящей стороной внутренней политики своих предшественников внимая рассказом о благосклонном бездействии майора прыща он соблазнился картиной общего ликования бывшего результатом этого бездействия но он упустил из виду во первых что народы даже самые зрелые не могут благоденствовать слишком продолжительное время не рискуя впасть в грубый материализм и во-вторых что собственно в глупой благодаря вывезенному из Парижа духу вольномыслия благоденствие в значительной степени осложнялось озорством нет спора что можно и даже должно давать народам случай вкушать от плода познания добра и зла но нужно держать этот плод твердой рукой и при том так чтобы можно было во всякое время отнять его от слишком лакомых уст последствия этих заблуждений сказались очень скоро уже в 1815 году в глупости был чувствительный народ а в следующем году не родилось совсем ничего потому что обыватели распрощенные постоянной гульбой до того понадеялись на свое счастье что не вспахав земли зря разбросали зерно по целине и так жаль мороди говорили они в чаду гордыни но надежды их не сбылись и когда поля весной освободились от снега то глуповцы не без изумления увидели что они стоят совсем голые по обыкновению явления это приписали действию враждебных сил и заменили боков за то что они не оказали жителям достаточной защиты начали сечь волоса который выдержал наказание стоически потом принялись за Ярилу и говорят будто бы в глазах его показались слезы глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и стали ждать что будет но ничего особенного не произошло был дождь и было ведра но полезных злаков на незасеянных полях не появилось грустила в присутствии на костюмированном полу то время у глуповцев была каждый день масленица когда весть обед и угрожавшим глупову дошла до него по-видимому он ничего не подозревал весело шутясь предводитель шип он рассказывал ей что в скором времени ожидается такая выкройка дамских платьев что можно будет по прямой линии видеть паркет на котором стоит женщина потом завел речь о прелесть уединенной жизни и вскольз заявил что он и сам надеется когда-нибудь найти вдохновение в стенах монастыря конечно женского спросила предводительница лукаво улыбаясь если мы изволите быть в нем настоятельницей то я хоть сейчас готов дать обед послушания галантерей отвечал грустилов но этого вечера суждено было провести глубокую демаркационную черту во внутренней политике грустилова бал разгорался танцующие кружились неистово в вихре развивающихся платьев и локонов мелькали белые обнаженные душистые плечи постепенно разыгрываясь фантазия грустилова умчалась наконец в надзвездный мир куда он по очереди переселил вместе с собой всех этих полуобнаженных богинь которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце скоро однако же в надзвездном мире сделалось дружно тогда он удалился в уединенную комнату и усеплен среди серии бомеранцев и милдов впал в забытье в эту самую минуту перед ним явилась маска и положила ему на плечо свою руку и там под잠 и там как обоих дик там дик 2 чтобы л п пок ап у п дик дик и от Играет музыка. Она, она так тихо подошла к нему, как будто под атласным домино, довольно, впрочем, явственно обличавшим ее воздушные формы, скрывалась не женщина, а Сирь. По плечам рассыпались русы и почти петельные кудри, из-под маски глядели голубые глаза, а обнаженный подбородок обнаруживал существование яблочки, в которой, казалось, свил свое гнездо Амур. Все в ней было полно какого-то скромного и в то же время небезрасчетного изящества, начиная от тупов по-русски и фиал, которыми опрыстан был ее платок, докончающий гольской перчаткой, оттягивавшей ее маленькую аристократическую ручку. Очевидно, однако же, что она находилась в волнении, потому что грудь ее трепетно поднималась, а голос, напоминавший райскую музыку, слегка дрожал. «Простись, падший брат», — сказала она Грустилову. Грустилов не понял. Он думал, что ее представилось, будто он спит, и в доказательство, что это ошибка, стал простирать руки. «Не о теле, а о душе, — говорю я грустно, — продолжала Маска. Не тело, а душа спит, глубоко спит». Тут только понял Грустилов, в чем дело, но так как душа его закоснела и выдала поклонствие, то слово «истина», конечно, не могло сразу проникнуть в нее. Он даже заподозрил в первую минуту, что под Маской скрывается ее родивая Аксиньюшка, та самая, которая еще при Фердыщенке предсказала большой глуповский пожар, и которая во время отпадения глупцев выдала поклонство, а одна осталась верная истинному Богу. «Нет, я не та, которую ты во мне подозреваешь», — продолжала между тем таинственная незнакомка, как бы угадав его мысли. «Я не Аксиньюшка, ибо недостойна облубызать даже правдую ногу. Я просто такая же грешница, как и ты». С этими словами она сдала спеца своего Маска. Маска был поражен. Перед ним была прелестнейшая женская элитика, какое когда-нибудь удавалось ему видеть. «Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном городе Гамбурге. Но это было так давно, что прошлое казалось как бы задернутым пеленоем. Да, это именно те самые пепельные кудри, та самая матовая белизна лица, те самые голубые глаза, тот самый полный трепещущий бюст. Но как все это преобразилось в новой обстановке, как выступило вперед лучшими, интереснейшими своими сторонами. Но еще более поразило грустилово, что незнакомка с какой-то озорливостью угадала предположение по всей дружке. «Я на твое внутреннее слово, я послал на объявительный свет Фобора, которого ты ищешь, сам того не знаю, вытолкнул между тем незнакомым, но не знал, кто мне послал, потому что я и сама объясню, где тем не умею». «А кто же ты встречал с тревожным грустилем?» «Я та самая герой твоя дева, которую ты видел с подругшим сметельником в воинном городе Гамбурге. Долгое время находилась в состоянии там ремня, долгое время безуспешно стремилась к себе, но князь тьмы слишком искусен, чтобы разум упустить изручную жертву». «Однако там мой путь был уже начертан. Явился здешний аптекарь Фейфер и, вступив со мной в брак, увлек меня в глупо. Здесь я познакомилась с Синью Штын, и задача просветления обозначилась передо мной так ясно, что Восток овладел всем существом моим. Но если бы ты знал, как жестока была борьба, она становилась подавленная сладкими воспоминаниями. Он же алчно простирал руки, как бы желая осязать это непостижимое существо. «Прими руки», — кротко сказала она. «Не осязанием, но мысль, что ты должен прикасаться ко мне, чтобы выслушать то, что я должна тебя открыть. Но не лучше ли будет, ежели мы удалимся в комнату более уединенную?» спросил он робко, как бы сам сомневаясь в приличии своего вопроса. Однако же она согласилась, и они удалились в один из тех очаровательных приютов, которые со времен Миколадзе устраивались для градоначальников во всех маломальских порядочных домах города Глупого. Что происходило между ними, это для всех осталось тайным. Но он вышел из пьюка расстроенный и с заплаканными глазами. Внутреннее слово подействовало так сильно, что он даже не удостоил танцующего взглядом и прямо отправился домой. Происшествие это произвело сильное впечатление на Глупогоцева. Стали на листоваться, откуда явилась Пфейферша. Одни говорили, что они более как интриганка, которая святома мужа задумала обладеть Грустиловым, чтобы вытеснить из города аптекаря Зальцпиша, делавшего Пфейферу сильную конкуренцию. Другие утверждали, что Пфейферша еще в больном городе Гамбурге полюбила Грустилова за его на лунхарический вид и вышла замуж за Пфейфера, единственное за тем, чтобы соединиться с Грустиловым и сосредоточить на себе эту чувствительность, которую он бесполезно растрачивал на такие пустые зрелища, как такование тетеревок и кокоток. Как бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина далеко не тюжинная. Из оставшейся после нее Пфейферский видно, что она находилась в сношениях со всеми знаменитейшими мистиками и пфейфертистами того времени, и что Ламзин, например, посвящал ей те избраннейшие свои сочинения, которые не предназначались для печати. Светь к тому она написала несколько романов, из которых под ном, под названием «Вспиталица Доротея», изобразила себя в наилучшем свете. Она была привлекательна на вид, писалась в этом романе о героине, но хотя многие мужчины желали ее ласт, она оставалась холодной, как и загадочную. Тем не менее, душа ее жаждала непрестанно, и когда в этих поисках встретилась с одним знаменитым химиком, так называла она Пфейфера, то прилепилась к нему бесконечно. Но при первом же земном ощущении она поняла, что жажда ее не удовлетворена и так далее. Возвратившись домой, грустила в целую ночь плак. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти. Были тут и кокотки, и кокодессы, и даже тетерева, и все огненные. Один из чертей вылез из бездны и поднялся у любимой его кушанье, но едва он прикоснулся к нему устами, как по комнате распространился смрад. Но что всего более ужасало его, так это горько и уверенность, что не один он погряз. Но в лице его погряз, и ведь глупов. За всех ответить или всех спасти, кричал он в спине от страха. И, конечно, решился спасти. На другой день, ранним утром, глуповцы были изумлены, устыхав мерность звон колокола, призывавший жителей к заутрине. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что глуповцы даже забыли огнем. Многие думали, что где-нибудь горит, но вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Без шагов, в разодранном вице-мундире, с опущенной долу головой, бия себя в перси, шел грустило впереди процессии, состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской пожарной команды. Сзади процессии следовало бейдерша без кринолина. С одной стороны, ее конволировала овсенькашка, с другой знаменитый уродимый промоза, заменивший в любви глуповцев не менее знаменитого архипушку, который сгорел таким трагическим образом в общий пожар. Отслушав за утреню, грустило, вышел из сверпи оподренный, и указывая двенежи на вытянувшихся в струнку пожарных полицейских солдат, кое им во вреда глуповского беспутства в тайне истинному Богу верных пребыварив и совокупляет летописица, сказал, «Видя внезапное сих веке усердия, я в точности познал, сколь быстро имеет действие сия вещь, которую вы с дарами моя внутренним словом справедливо именуете. И потом обращаюсь к квартальным привадам. Дайте всем людям за их усердие погребенье, рады стараться, ваше сгородие, гаркнули в один голос полицейские и стараться, ваше сияние. Таково было первое действие Грустилова после внезапного его отновления. Затем он отправился к Аксинюшке, так как без ее нравственной поддержки никакого успеха в дальнейшем ходе дела ожидать было невозможно. Аксинюшка жила на самом краю города, в какой-то землянке, которая скорее похожа была на кротовую нору, нежели на человеческое жилище. С ней же в нравственном сожитии находился и блаженный парамошек. Сопровождаемый Пейпершей, Грустилов кощики спустился по темной лестнице вниз и едва мог нащупать дверь. Грустилов, наверное, поколебался бы, если бы Пейперша не поддержала его. Спит душа твоя, спит глубоко, сказала она строго. А еще так недавно ты хвалился своей бодростью. Спит душенька на подушечке, спит душенька на перинушке, а боженька тук-тук, да по головке тук-тук, да по девичку тук-тук. Вечала блаженная, бросая прольстиловы с тяпками землей и ссором. Парамоша лаял по собачьей, кричал по Петушейному, «Бри, сатана!» Петук запел, бормотал в промежутках. Маловерный, вспомни внутреннее слово, настаивала своей стороны Пейперша. Грустилов ободрился. «Матушка Аксинья Егоровна, извойте меня разрешить», сказал он твердым голосом. «Я и Егоровна, я и Тараторна, явил Мерзила, волос без волос, перун старопердун, парамон он умен». Пролетела блаженная, скорчилась и умолква. Грустилов озирался в недоумении. «Это значит, что следует поклониться Парамону Мелендичу», подсказала Пейперша. «Батюшка Парамон Мелендич, извойте меня разрешить», поклонился Грустилов. Но парамоша некоторое время только горчился и лекал. «Ниже, ниже поклонись, командовал блаженный, не жалей спины-то, не твоя спина, Божья! Извольте меня, батюшка, разрешить», повторил Грустилов, кланяясь ниже. «Без праца, ни пинты кололадцы», пробромотал блаженный диким голосом и вдруг вскочил. Немедленно вслед за ним вскочила я к синюшка, и начали они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхрипывали. Потом круги начали делаться быстрее и быстрее, покуда, наконец, не перешли в совершенный вихрь. Ослышался хохот, виск, трели, схлебывание, подобное тем, которое можно слышать только весной в пруду, дающим приют и рядом лягушек. Грустилов и Пиферша стояли некоторое время в ужасе, но, наконец, вес не выдержали. Сначала они вздрагивали и приседали, потом постепенно начали кружиться и вдруг завихрились и захохотали. Это означало, что наличие совершилось и просимое разрешение получено. Грустилов возвратился домой, усталый до изнеможения. Однако же он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы подписать распоряжение о наипоспешнейшей руке из города аптекаре Зальский Шан. Верные ликовари, а причетники, в течение многих лет питавшиеся одними негодными злаками, закололи барана и мало того, что съели его всего, не пощадив даже копыт, но долгое время скрепли ножом стол, на котором лежало мясо, и жадности едят стружки, как бы опасаясь утратить хоть один атом питательного вещества. В тот же день Грустилов надел на себя вериги, впоследствии оказалось, впрочем, что это были просто помощи, которые до доли не были в глупом в употреблении, и подвергнул свое тело бичеванию. В первый раз сегодня я понял, писал он по этому случаю Пфейнерше, что значит слова сладца уязвития, которые вы сказали мне при первом свидании, дорогая сестра, самая по духу. Сначала печевал я себя с некоторой уклончивостью, но постепенно разгораясь, позвал под конец димщика и сказал ему хрящи, и что же, даже сие оказалось недостаточным, так что я вынужденным нашелся расковырять себя на невидном месте ран, и от того не страдал, а находился в восхищении. Отнюдь не больно, столь меня сия удивила, что я и доселе спрашиваю себя, полно, страдание или это, и не скрывается ли здесь какой-либо особливый вид плодоугодничества и самовосхищения. Жду вас к себе, дорогая сестра моя по духу, дабы разрешить ей вопрос в совокупном рассмотрении. Может показаться странным, каким образом грустил и, будучи одним из гривуазейших поклонников Мамоны, столь быстро обратился в аскет. Кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает ледовься глупого. Чудес этого рода можно найти здесь даже более чем нужно. Так, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал сеть неплательщик и, думая, преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в спине усекомого зарыт клад. Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок. Если факты до такой степени диковинные не возбуждают ни в ком недоверия, то можно не удивляться превращению столь обыкновенному, как то, которое случилось с Грустиловым. Но, с другой стороны, этот же факт объясняется иным путем, более естественным. Есть указания, которые заставляют думать, что аскетизм Грустилова был совсем не так суров, как это можно предполагать с первого взгляда. Мы уже видели, что так вызываемые велиги его были не более как помощи. Из дальнейших же объяснений летописцев усматривается, что и прочие подвиги были весьма преувеличены Грустиловым и что они в значительной степени сдавривались духовной любовью. Шелеп, которым он бичевал себя, был бархатный, он и доселе хранится в Глуповском архиве. Пост же состоял в том, что он прежним кушаньем прибавил рыбу-чербо, которое выписывал из Парижа насчет добывателей. Что что-то удивительного, что бичевание переводило его в восторг и что самые язвы казались восхитительными. Между тем, колокол продолжал в урочное время призывать к молитве и число верных с каждым днем увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя на них, стали ходить посторонние. Грустилов своей стороны подавал пример истинного благочестия, плюя на капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него. Может быть, так и разрешилось бы это дело исподволь, если бы мирному исходу его не помешали замыслы некоторых беспокойных чистолюбцев, которые уже в то время были известны под именем крайних. Во главе партии состояли те же Аксинюшка и Парамоша, имея за собой целую толпу нищих и коллег. У нищих единственным источником пробедания было прошение милостыни на церковных памертях. Но так как древнее благочестие глупыми на некоторое время прекратилось, то естественно, что источник этот значительно оскудел. Реформы, затеянные Грустиловым, были встречены со стороны их громким сочувствием. Густою толпой убогие люди наполняли двор градоначальнического дома. Одни говыляли на деревяшках, другие ползали на четверинках. Все словословили, но в то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление совершилось сию минуту и чтобы наблюдение за этим делом было возложено на них. И тут, как всегда, голод оказался плохим советчиком, а медленные, но твердые, дальновидные действия градоначальника подверглись превратным толкованиям. Напрасно рестил Грустилов страстям коллег, высылаем остатки от своей обильной тракезы. Напрасно объяснял он выборным от убогих людей, что постепенность не есть подворство, а лишь вязкие упрощения затеянного предприятия, коллеги ничего не хотели слышать. Гневно потрясали они своими деревяшками и громко угрожали поднять знамя пункта. Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы усмирять убогих людей, необходимо иметь гораздо больше запас храбрости, нежели для того, чтобы палить в людей, не имеющих изъянов. Грустилов понимал это, свек того, он уже потому чувствовал себя беззащитным перед демагогами, что последние, так сказать, считали его своим созданием, и в этом смысле действовали до крайности ловко. Во-первых, они окружили себя целой сетью доносов, посредством которых до сведения Грустилова доводился всякий слух по срамлению его чести относящихся. Во-вторых, они заинтересовали в свою пользу Фейфершу, посулив ей часть так называемого посумного сбора. Этим сбором облагалась каждая нищенская сумма. Впоследствии он лег в основании всей финансовой системы города Глупого. Фейферша денно и ночно приставала Грустилову, в особенности преследуя его переписку, которая, несмотря на короткое время, представляла уже в объеме довольно обширный том. Основания ее писем составляли видения, содержание которых изменялось, смотря потому, довольна или недовольна она была своим духовным братом. В одном письме она видит его ходящим по облаку и утверждает, что не только она, но и фейфера ты видел. В другом усматривает его в гиене огненной, в сообществе с чертями всевозможных наименований. В одном письме развивает мысль, что градоначальники вообще имеют право на безусловное блаженство в загробной жизни, потому одному, что они градоначальники. В другом утверждает, что градоначальники обязаны обращать на свое поведение особенное внимание, так как в загробной жизни они против всякого другого подвергаются истязаниям вдвое и втрое, все равно как папы или князья. В данном случае письма не имели характер угрожающий. «Спешу известить вас», писала она в одном из них, «что я в сию ночь во сне видела. Стоите вы в темном и смрадном месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змей, и на груди у вас тоска, на которой написано «Сей есть ведомый покровитель нечестивых и огорян». И бесы, собравшись, радуются, а праведные стоят в отдалении и, взирая на вас, льют слезы. Извольте сами рассмотреть, не видится ли тут какого несовсем выгодного для вас предзнаменования. Читая эти письма, Грустилов приходил в необычайное волнение. С одной стороны, природная склонность к апатии, с другой, страх чертей. Все это производило в его голове какой-то неслыханный сумбур, среди которого он путался в самых противоречивых предположениях и мероприятиях. Одно казалось ясным, что он тогда только будет благополучен, когда Глупов уголовно станут ходить ко всеночной и когда инспектором наблюдателем всех глуповских училищ будет назначен парамоша. Это последнее условие было в особенности важно и убогие люди предъявляли его очень настойчиво. Развращение нравов дошло до того, что глуповцы посигнули проникнуть в тайну построения миров и открыто рукоплескали учителю каллиграфии, который, выйдя из пределов своей специальности, проповедовал с кафедры, что мир не мог быть сотворен в шесть дней. Убогие очень основательно рассчитали, что если это мнение утвердится, то вместе с тем разом рухнет все глуповское миросозерцание вообще. Все части этого миросозерцания так крепко цеплялись друг за друга, что невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. Не вопрос о порядке сотворения мира тут важен, а то, что вместе с этим вопросом могло вторгнуться в жизнь, какое-то совсем новое начало, которое, наверное, должно было испортить всю кашу. Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своей цельностью и справедливо приписывают это счастливому отзубскому духоисследованию. ревритых твердость в детствиях, но в положении существенного улучшения все-таки не сделали. Но покуда Грустилов колебался, убогие люди решились действовать самостоятельно. Они ворвались в квартиру учителя каллиграфии Ринкина, произвели в ней обыск и нашли книгу «Средства для истребления блох, глобов и других насекомых». С торжеством вытолкали Ани Линкина на улицу и, потрясая воздух радостными воскресаниями, повели его на градоначальнический двор. Грустилов сначала растерялся и, рассмотрев книгу, начал было объяснять, что она ничего не заключает в себе ни против религии, ни против нравственности, ни даже против общественного спокойствия, но нищие ничего уже не служили. «Плохо ты верно читал?» Ярзко кричат они градоначальнику и подняли такой гвалт, что Грустилов испугался и рассудил, что благоразумие повелевает наступить требованиям общественного мнения. «Сам ли ты зловредную ионую книгу сочинил? А ежели не сам, то кто тот заведомый вор и сущий разбойник, который таковое злодейство учинил? И как ты с тем вором знакомство свел? и от неволи ты ту книжицу получил? И ежели от него, то зачем кому следует о том не объявил? Но забыв совесть, про скутство его потакал и подражал. Так начал грустилов свой допрос Линдену. «Не сам я то ли книжицы не сочинял, ни сочинителя он и глаза не видывал, а напечатана она, в столичном городе Москве, в университетской типографии иж девеяем книгопродавцов Манухиных», твердо отвечал Линден. Долбе этот ответ не понравился, и вообще она ожидала не того. Ей казалось, что грустилов, как только приведут к нему Линдену, разорвет его пополам и дело с концом, а он вместо того разговаривает. Поэтому едва градоначальник разим урод, чтобы предложить второй вопросный пункт, как толпа загудела. «Что ты с ним балы-то точишь? Он в бога не верит!» Тогда грустило в ужасе, разодрал на себе лиц мундир. «Точно ли ты в бога не веришь?» подскочил он к Линкину и по важности обвинения, не выждав ответа, слегка ударил его, ведь задатка по щеке. «Никому я о сём не объявлял?» уклонился Линкин от прямого ответа. «Свидетели есть свидетели!» гремела толпа. Выступили вперёд два свидетеля. Отставной солдат Карапузов «Ты слепенькая нищенькая моремьянушка!» И было тем свидетелем дано заложное показание по педагу серебром говорит летописец, который в этом случае явно становится на сторону углетённого Линкина. «Наметнись!» «А когда именно не упомню свидетельство Волкарапузов, сидел я в кабаке и пил вино, а неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино. И выпивший он того не надо войну сказал «Все мы что в человеке, что скоты всё едино, все помрёвли, все к чёртовой матери пойдём». К чёртовой матери? «Но когда же заикнулся было Линкин? «Стой! Ты погоди пасть разевать! Пусть сейчас сперва свидетель-то скажет!» крикнула на него толпа. «И будучи я, приведён от тех его слов заблазн», продолжал Крапузов, кропким манером сказал ему, «Как же, мол, это так, ваше благородие? Уже ли, мол, что человек, что скотина всё едино? И за что, вы так нас порочите, что и места другого, кроме как у чёртовой матери, для нас не нашли? Панюшки, мол, наши духовные не тому нас учили, вот что? Ну, он это взглянул на меня этот сыскаса, и ритм, жалтеногий, а у меня ваше скоровье точно, что Бутачаковым много унесло. В полиции, видно, сложишь, взял шапку и вышел из Капакова. Линкин разимул рот, но это только пусть раздражило толпу. Да зажмите ему паста, кричала от Костилову, и шаречистый, какой вылискался. Карапузова сменила Мария Мьянушка. Сижу я на мете с пяти, там свидетельство была она, и то, что мне сляпенькой стало, сижу это-кто и все думаю. Куды, мол, ночи народ против прежнего горделя стал. Бога забыли, в посты скоромные едят, нищих не отделяют. Смотри, мол, скоро и на солнышко прям смотреть станут. Право, только и подходит ко мне самый этот молодец. Слепа, бабушка, говорит, слепенькая, мол, ваше высокоблагородие. А отчего, мол, ты слепа. От Бога, говорю, вашего высокоблагородия. Какой тут Бог? От воспа чай, это он все говорит. А воспа, говорю, от кого же? ну, ну, да, от Бога, держи карман, вы греть сырости, да в не чистоте всю жизнь копаетесь, а Бог виноват. Мари, Игнянушка остановилась и заплакала. И так это меня обидела, продолжала она, взглядывая, уж не знаю, как, за что же ты, мол, Бога-то обидел, говорю я ему, а он, не то чтобы что, плюнул мне прямо в глаза, утрись, говорит, может, будешь видеть, не был таком. Обстоятельства дела выислились вполне, но так как Римкин непременно требовал, чтобы была выслушена речь его защитника, то грустила, должен был, скрепя сердце, исполнить его требования. И точно, вышел из толпы какой-то отставной подьячи и стал говорить. Сначала говорил он довольно невнятно, но потом вмиг в предмет и к общему удивлению, вместо того, чтобы защищать, стал обвинять. Это до того подействовало на Римкина, что он сейчас же не только зазнался во всем, но даже много прибавил такого, чего никогда и не бывало. Смотрел я однажды у пруда на лягушек, говорил он, и был смущен дьяволом и начал себя бездельным обычаем спрашивать точно ли один человек обладает душою и нет ли такой угадок земных и взяв лягушку исследовал и по исследованию нашел точно душа есть и у лягушки только малая видом и не бессмертная. я, когда Грустилов обратился к убогим и сказав «Сами видите!» приказал отвезти Римкина в часть. К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории. В переписке Вы же, Пфейферши, сохранились лишь следующие строки об этом деле. Вы, мужчины, очень счастливы, вы можете быть твердыми, но на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что Пфейфер не на шутку встревожился и поскорее дал мне принять успокоительных капель. И только по происшествии это было важно в том отношении, что если прежде в Грустилове еще были кое-какие сомнения насчет предстоящего ему образа действия, то с этой минуты они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил Парамошу инспектором Глуповских училища, а другому юродивому Яшеньке предоставил кафедру философии, которую нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно принялся за сочинение трактата об восхищениях благочестивой души. В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваем. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все манеры, и во вся и в одиночку и с перезвоном капище запустили, идолов утопили в реке, а манеж, которым давала представление девица Гантон, сожгли. Затем по всем улицам накурили смирную и ливаном и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена. Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы от бездействия веселопуственного перешли к бездействию мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии. Бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что как-никак придется в поле с Сахой уйти, но Дерзкого едва не побили каменьями и в ответ на его предложение устроили усердие. Между тем Парамоши с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать. Он расчисал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки малым добилар и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пищи телесной заботятся о духовною не берегут и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька с своей стороны учил, что все мир, который мы думаем о чима своими видите, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как страдники из лона исходящие и воно и жилоно входящие. По мнению его, человеческие души, якожи это духовное, в небе и житнице сложенные, и от той в мире надобности спущаются долу, довонное сонное видение вскоре увидящие и по малому времени вспять благожелаемую житницу благопоспешно восклицать. Существенные результаты такого учения заключались в следующем. Первое, что работать не следует. Второе, тем менее надлежит провидеть, заботиться и пищись. Сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок. Аксинюшка тоже не блажала, но била в поклуши неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт ходил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Брамоши и Яшеньки, то есть, что работать не следует, а следует созерцать. И главное подавать нищим, потому что нищие не о мамоне бегутся, а о том, как бы душу свою спасти, пересвокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем усыпались в ее карманы и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитан. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому неподающему милостыни без церемонии плевала в глаза и вместо извинения говорила только не взысти. Но представителей местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внешним образом, но настоящего уязвления не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили смертным «Смотрите, и мы не гнушаем сообщения с вами». Но в сущности мысль блуждала долечит. Испорченные недавними бакханалиями полипеизма и присыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то восхищений. К сожалению, грустила и впервые пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбище, на которое по ночам собирался весь так называемый глуповский помолн. Тут сначала читали критические статьи господина Страхова, но так как не глупой, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться. К примеру его следовали другие. Потом мало-помалу все начинали скакать, кружиться, петь и кричать и производили эти неистовства до тех пор, покуда совершенно измученные не падали ниц. Этот момент собственно и назывался восхищением. Мог не продолжаться такой жизненный установ, и сколько времени определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия как прямое следствие господского жуфа в то время аспетизма, но с другой стороны, история глупого примера несовершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастья народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он охотнее питается ею, нежели другими менее питательными веществами. Но если мяса нет, то он столь же охотнее питается хлебом, а буди хлеба недостаточно, то и лебедой, стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было предполагать самым естественным. Дело в том, что в глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во времена политеизма на именинном пироге у Грустилова всем лучшим гостям подлил густерляшью, а штаб-офицеру, разумеется, без ведома хозяина, досталась уха из-за куней. Гость проглотила обиду, только ложка в руке его задрожала, говорит летописец, но в душе поклялся отопстить. Начались контры, сначала борьба велась глухо, но потом чем дальше, тем разгоралось все пуще и пуще. Вопрос о пухе был забыт и заменился другими вопросами политического и идеологического свойства, так что, когда штаб-офицеру из учтивости предложили присутствовать при восхищениях, то он наотрез отказался. И был тот штаб-офицер доноситель. Несмотря на то, что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова ничто не укрылось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот эта вожделенная минута наконец наступила. Ему попался в руки экземпляр, сочиненный Крастиловым книги о восхищении благочестивой души. Одну из ночей кавалеры и дамы Глуповские по обыкновению собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начинали слегка вздрагивать. Но едва загрустила в качестве председателя собрания начало приседать и вообще производить предварительные действия до восхищения души относящиеся. Как снаружи послышался шум. В ужасе рожки сектатора ко всем наружным выходам, забыв даже подушить огни и устранить вещественные доказательства. Но было уже поздно. У самого главного выхода стоял у грюм Курчеев и вберял на лбу заберящий сон. О, что это был за сон? О, Господи, кто это был за сон? Подтверждение покаяния заключение. Он был ужасен. Но он сознавал это лишь слабой степени и с какой-то суровой скромностью оговаривался. Идет некто за мной, говорил он, который будет еще ужаснее меня. Он был ужасен. Но сверх того он был краток и с изумительной ограниченностью соединял непреклонность, почти ограничившуюся идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина. Не в порывах безумной ярости, которыми были подвержены прудасты, негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу и заменена непреклонностью, действовавшуюся регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возрушал голоса, не скрижетал зубами, не кокотал, не топал ногами, не заливался начальственно язвитным смехом, казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждала стремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжность. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасений за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверстится под ногами, что налетит откуда-то смерч, и все поглотит, все разом. то был взор светлый как сталь. Взор совершенно свободный от мысли и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая живость и ничего плохого. как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Грема линей, отсутствие беспроты, распоряды ведутые до ногами. Вот граны, которые начинал, экосуществ, премию которых стремился. Его понятие о долге не шло далее всеобщего равенства перед шпиц Руденом. Его представление о простоте не переступало далее простоты зверя, обличавший совершенную на году потребности. Разума он не признавал вовсе, и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных примиредничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтобы эти естественные проявления человеческой природы приводили его в некодавание. Нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, святая с лица земли, все, что не успевало посторониться с дороги. Зачем? Вот единственное слово, которым он выражал движение своей души. Во время посторониться. Вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок. Вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить, распоязывшись. Он ничего не замечал. Внутри района можно было только маршировать. Если бы глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно и в первое время по примеру всех начальств любивых народов как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество больных истязаний, которые словно сетью охватили существование обывателей. Отсюда далеко не заслуженное название сатаны, которое народная молва присвоила угрюм поручеев. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толку не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои. На разбитые перед этими домами были садники, наформленные казаки, в которые однообразно были обмунтированы все жители до одного и трепетные грубые шептали «Затана!» Сам летописец вообще довольно благосклонный к родоначальникам не может скрыть смутного чувства страха, приступая к описанию действия Грюмбургейма. Ла в то время, как начинают он свое повествование, в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого, сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона, с повелительно простертую вперед рукою и смутным взором, стремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Развитые, но без выдающегося выражения плодоядности, а с каким-то необъяснимым букетом, готовностью раздравить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая, с узкими плечами приподнятыми кверху, с искусственно выпеченную вперед грудью и с длинными мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюрду, застегнутый на все пуговицы и держит в правой руке сочиненный бородавкиным густам неуглоном течении, но, по-видимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуглонно считают нужным обеспечивачкой их всталой. Кругом пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острова. Сверху, вместо неба, нависла серая солдатская жирель. Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстален чистейший тип идиотов, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе влядку привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны. И даже не потому, что они непременно злы. В идиоте склостили доброта совершенно безразличные качества, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут на пролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали могут показаться, что это люди, хотя и суровы, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако же это оптический обман, которым от людей не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому, что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений. Обыкновенно против идиотов принимаются известные меры, чтобы они в неразумной стремительности не все опрокидывали, что встречаются и по пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов. Когда же предаплем идиотом является классность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммую неприкрытость, в жертву, которой в известные исторические моменты кажется болтан. Там, где простой идиот расшивает себе голод и наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, несознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплотности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя получений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем. Он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться, а на чем-то ином, чем у него не существует никакой органической связи. Если бы вследствие усиленной идиотской идеи, даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития. Вот это однежденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюмбурчеева. На лице его не видно никаких вопросов. А против того, во всех чертах выступает какая-то солдатская невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? Это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть это решенный вопрос о всеобщем истреблении? А может быть только так, чтобы все люди имели грудь, и даже не перебор и сам ничего не известно. Известно только, что этот неизвестный вопрос, во что бы то ни стало, будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствия может быть только одно всеобщий политический страх. Рассказывали, что возвышение истреблении показан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг стревожился мыслью, что никто из подчиненных не любит его. Людям ворсство уберяли подчиненные. Все вы так на досуге говорите, настаивал на свое начальник. Отойди до дела, так никто их пальцем для меня не пожертвует. Мало помало, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич. Кто хочет доказать, что любит меня, глашал он, пусть тот отрубит указательный палец правой руки своей. Никто однако так лично спешил. Одни не выходили вперед, потому что были измежицы, не знали, что порубление пальцев сопряжено спорьем. Другие не выходили по недоразумению, не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает всем ли довольны и опасаясь, чтобы их не сочли. Законки по обычаю болей с рот зеварить радость, 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 радость. Кто хочет доказать, выходи, не бойся, повторил свой крич ревнивый начальник. А на этот раз ответом было молчание и вижу такие крики, которые совсем не исчерпывали вопросы. Лицо начальника сперва по крови когда он как-то просто понятна. Синь, но не успел он копчить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпиц рот на непрохвост и великим голосом позапил. Я хочу доказать. С этим словом положив палец на перекладину он тупым десатом раздравил его. Сделавши это он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни когда в лице его мелькнуло что-то человеческое. Многие думали, что он совершил этот полик в ограде освобождение своей спереди в планах. Но нет. У этого прохвоста созрело своего нового идея. При виде раздробленного пальца упавшему к ногам его начальник сначала изумился но потом пришел к умилению. «Ты меня возлюбил», воскликнул он, «А я тебя возлюблю сторицей». «И посмотрите Бог, он с с «Перед линейке» «В линейке» «В то время еще ничего не было достоперно известно ни о колонистах, ни о социалистах, ни о так называемых «невековах» вообще». Тем не менее, нивелятор существовал, и придом в самых обширных размерах. Были нивеляторы хождения в струне, нивеляторы бараньего ногу, нивеляторы ежовых рукавиц и прочее, прочее. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основу. Казалось, что нежели человеку ради сравнения с верстниками лежат в жизни, хотя лично для него, быть может, особливку благополучия от всего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно и даже необходимо. Сами нивеляторы опять не подозревали, что они нивеляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями. И в мере усмотрения бродяющими о счастье подчиненных и подвластных им лиц. Какова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял в себя, однако же, за честь и обязанность быть он им от верхнего конца до нижнего. Углем Бурчеев принадлежал числу самых фанатических нивеляторов этой школы. Но, очертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и при том с таким непременным расчетом, чтобы нельзя было повернуться ни в зад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он вредом сделаться благодетелем человечества, утвердительно отвечать на этот вопрос труда. Скорее, однако же, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений и ни о чем не существовало. Лишь позднейшие времена почти на наших глазах мысли о сочетании идей прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизвятую идеологическую уничтожение административной теории. Но невидиматоры старого заката, подобного Углем Бурчееву, действия были в простоте души, единственных по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извинений. У Углем Бурчеев был прогвозд в полном смысле ушло. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая Лигия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая, ему нечего было делать с краткостью, а ради того, что по ней мог бы любить себя поджиновать, и ни до чего не дам антаромат. Виртуозность прямолинейности Словно ивовый кол засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разбитлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськов шли одна за другой, за стеклами, выстеженные однообразным шагом, в однообразных одеждах. Все шли, все шли. Все, которые стопчены одинаково в грузиямаху, все одинаково молчали, и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонным фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все подопадало. Все без остатков. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, угрюм Бурчев, если можно так выразиться, и перевертывался на другой бок, и снова начинал другой такой же сон. Опять в линейском тени, одна за другой, одна за другой, все шли, все шли. Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором до последней мелочи были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципи. На основании этого бреда вот в какой приблизительной форме представляется тот город, который он бы знамеялся возвести на степени простого. Посредине площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как умысленно называлось, рот. По мере удаления центра в рот пересекаются приборы, которые вокруг места пояска приборов и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форш-старк, земляной ванн, и темная заданность, то есть конец света. Ни реки и лучья, ни обрага, ни пригорка. Словом, ничего такого, что на поле служил препятствием для мордии кольбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сожжет ширины, ни больше, ни меньше. Каждый дом имеет и одна, ищийся в полисаднике, в котором растут барская спесь, царские куды, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серой краской. И хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на северный восторг, другая на юг и запад, Но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце, и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи. В каждом доме живут подвое престарелых, подвое взрослых, подвое подростков и подвое малолетних, не холодиться различных тонов, не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других исключительно малорослые и незастрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются. Люди, крайне престарелые и негодные для работ, тоже могут быть умерщвляемы. Но только в таком случае, если по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек.